ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю даже, что это. Но на самом деле это хорошо. Ну что, тусуется, радуется. Но мне это не по душе. Поэтому мне не нравится пока полностью рэпер, которого я могу выделить. И я не хочу выделять какого-то рэпера, чтобы потом мне было стыдно за то, что он сделал. Вот такой вот ответ. А есть ли какой-то из зарубежных, может быть, на кого ты равняешься? Ну, я же вот сказал три моих любимых артиста. Это Eminem, Yola Rulf, Kandik Lamar, которые для меня по рэпу больше всего нравятся. Мне нравятся все движения, Shady, которые подписаны сейчас на Shady Records. Мне нравятся, ну, всегда нравятся на семинах, ну, не сильно так, чтобы сильно я фанатил, фанатила Jay-Z, нет, никогда. Вот этих, которых выделил. Мне очень нравится еще Ra, ну, вы знаете, это антеграмм, такой рэпер, правда, мой. То вот он мне очень крут. И все. Ну, я думаю, достаточно перечислил. Еще мне нравится Талиб Квали, ну, Квали или Квали, как там называют. Я называю так. Мне вот вот он очень нравится. Как часто вы принимаете участие в благотворительных марафонах? Часто. Я принимаю часто и всегда открыт к таким мероприятиям. Только в последнее время я проверяю, будет ли это эффективно. Потому как я в последнее время и влашаю туда-то, я прихожу, выступаю, а вижу, что организация была слабой, я не знаю, зачем это делалось, может протусоваться, красиво что-то показать. Ну, поэтому сейчас нам просто предоставишь информацию, кому, куда, точно, будет ли это эффективно. Я приезжаю, выступаю, и мы, эта помощь есть. Вот. Поэтому, что я не хочу ездить на благотворительные концерты, я не знаю, что он ловит, вы красавчик, езжу на благотворительные концерты, снимите меня. Это, я думаю, уже и так все делается. Поэтому мы проверяем, есть, приезжаем, делаем, делаем вещи, собираем как можно больше денег и отправляем. Но последний концерт, это на АТО. Вот, кстати, в Полтаве будет. 19 апреля. Какое будущее, по твоему мнению, ждет Украина? Я думаю, даже если вы сейчас просите нашего президента, он тоже этого не знает. И я не знаю. Я верю, что... Я никогда не верил в политика, в политику никогда не верил, в никакую партию. Я верю в молодежь, верю в те ребята, которые сейчас на востоке Украины. Наши ребята, которые в зоне АТО, Украинская армия. Я вижу молодежь, которые приходят ко мне на концерты. Я верю в них. Уже не в такую, не в такую, даже уже не я, ну, мою молодежь, моего возраста. Я не в них верю, потому что им я уже ничего не докажу своими песнями. Если они курили, там, плачут, или там отдыхали, тусовали, или плевали, ну, все, я их уже не изменю. Мне скажут, ну, блин, ты так живем, четыре раза меняешь. Но молодых ребят, которые приходят на концерты, еще в силах я изменить и сказать свое слово. Поэтому, знаете, у меня есть такая цель, я из-за этого проекта. И я верю в них. А какое будущее светлое, если таким, такой молодежи дадут почву, масштаб, если сейчас войска все уберут с Востока и он, неуважаемый президент Путин закончил это все. Потому что только он в силах это закончит сейчас. И многие мне пишут и говорят, вот что ты там вот так говоришь и там с Россией, ребята. Сейчас же информационная война и на нем выводили войска, понимаешь, не было. Вот и все. У тебя большинство песен политического характера. Не планируешь ли ты какие-то любовные песни петь? Большинство песен, я бы не сказал, что это не политическое, это не у меня большинство песен политического характера. У меня есть несколько песен. Их было три. Первая это «Звездная страна», когда я писал события, которые произошли воевую. Это не к этой ситуации, которая сейчас происходит в нашей стране. Это было давно. когда попитали красный флаг. И она была воспринята правильно. Я полюб даже читал эту песню, и молодежь ее поняли правильно. Конечно, были те, которые не поняли. Говорили, ты гонишь на любовь, что это такое? Ладно, я уже не хочу что-то доказать. Вторая песня это «Зальжите мне глаза», который я написал на наши события, которые произошли на Майдане, ужасные события. И последняя песня «Не вини». Я вообще ее не называл политической. Такая песня для ребят на Востоке и для каждого из нас. Мы вот всегда начались эти боевые действия, все началось, и мы такие, боже, надо что-то делать, надо менять, надо помогать нашим ребятам на Востоке. Вот прошел год, и я вижу, как те же, кто говорил, это уже забыли и как-то продолжают жить дальше. И я такой же. Я такой же, я качаю сериал в интернете, смотрю вечером, отдыхаюсь, ребята, пишу рэн, читаю рэн, выступаю сегодня. А ребята нают в это время. Мы привыкли к этому всему. И вот эта песня, она как вы знаете, она так возвращает нас. Стоп, война продолжается. И мы должны принимать участие хоть какое-то, минимальное. вот три песни, поэтому своих, сколько там их песен, три песни об этом. Поэтому нельзя мешать у меня. Все песни политичные, и то. Вот три песни. Еще будут ли, да, вопросы? Не, будет ли любовного характера? А, любовного? Да, будут любовного. Ну, на альбоме тоже впервые, у меня была, там, несколько, но я не люблю, когда, там, все, все, все пусть начинается, там, я думаю, что в поп-рэпе, там, в поп-музыке много таких песен, нет, там, Поэтому, я не хочу, или знаете, еще есть песни, которые, там, все, так плохо, там, все, я вообще, она меня бросила, ушла. Это тоже я не хочу, хотя у меня есть такая песня, ну, в таком, я давно могу сказать, так что ты ворвешь, у тебя же такая песня есть, миф, но это о другом песне, кто слушал, я думаю, будет песня о любви, но как-то, вот у меня есть песня поэма о любви, любви, которую вижу я, вот поэма, когда парень, ну, я люблю объяснять, послушать, это любовь в высшем свете, который я, для меня, вот, что для меня любовь, я рассказал, ладой песни, любовь душевная, на интересном. Смогут ли дети что-то изменить? Конечно, смогут. Я уверен, что они смогут больше сделать, чем политики, которые сейчас сидят у нас в Раде, непонятно, что там делают. Дети все изменят, если будут правильно двигаться. Над чем должны задуматься люди, послушав твой альбом? У меня там много тем, которые я задеваю, раскрываю, знаешь, как минимум, если они задумаются, это уже здорово. Поэтому, как я считаю, что, что рэпер должен вести первую очередь смысл. Все они говорят, смысл, смысл, ты достался, не слушай тогда меня, послушай там чуть-чуть другое, рэп, жанр рэпа. У меня будет только так. Я буду все совмещать, технику, флоу, смысл. И для меня рэп, это как идея, идея всей моей жизни. Я вот идею, то есть верю с самого начала. Как я только начал читать рэп, как только пришел на X-Factor, я нес эту идею и несу. Мне много, кто говорил, зачитай там базу, зачитай там трек, там все вот эти дела, зачитай батл, я несу эту идею, и ты не слушаешь меня, не слушай. Слушай, спасибо за поддержку, я для тебя дышу. Угодь все. Что ждешь из сегодняшнего концерта? Я жду хорошие, да, задачи, хорошие энергетики, для меня это самое важное. А дальше как пойдет? Я посмотрю, ну я всегда, есть такие концерты, когда людей много, но отдачи как-то и не было, как-то вот пришли. Для артистов это очень важно. Я наступал в Кременчуке, там просто нереальные, всегда меня встречают люди, нереальный движ, там диджей про бас, Макси меня приглашают, мы делаем дусу, и там всегда очень круто поддерживают. Но стоит девочка, например, вот впереди и просто вот так смотрит. я думаю, может я что-то с ней правильно сделал, может я тебя обидел как-то. Я остановил концерт, я говорю, что-то случилось, я говорю, нет, нет. И она до конца она все равно так простояла, я не знаю почему, впереди. Я читаю, вы представляете, читаю, читаю, там раскатчивается, и тут стоит девочка, вот-вот там. И она только подошла, сфотографировалась, об альбом и поговорила. Она так воспринимает, ну блин, мне этого мало, мне надо отдачи, я тут понимаю, а если бы все так стояли? Йооо. Ну короче, тяжело, поэтому дайте мне энергетику, я свою, обмен энергетикой, вот что я жду от открытых концертов, я думаю, каждый концерт должен собой нести такое. Ну и конечно хотелось бы, чтобы Киев, я впервые выступал со своим концертом в Киеве, в столице, в Украине вернул меня. Вот так. Потрясаю. И последний вопрос, что вы пожелаете своим слушателям? Я всегда желаю одно, иди за своей мечтой. Нет мечты, найди. Нет мечты, нет тебя. Есть цель, есть мечта, есть стыд. Просто идти за ней. Не обращай ни на кого, ни на что, иди за свои мечты, нести свои идеи.